Не знаю, как по мне, так эти как они солому едят, все едят, страшный. Есть, конечно, он такой крупный, этот мелкий, в семье не без уродов. Та нет, это, наверное, тот, который был, много поросяток было, свиноматки. Все интересно, ничего не боятся. Тим, да ладно, не трогай ее, все равно не отгонишь. Все, вышли, вышли, вышли в свет. Видите, как в чистоте им хорошо, нету этого самого. Ну, если она на бетоне сидит, свинка, то получается, постоянно она и пописает, и какашки, они вот в это влазят все. Перемазаны. Здесь же очень хорошо, проблем с этим нет. Ну, дай-ка я пройду, покажу. Теплый пол, наш глубокая подстилка. Она вот такого вот состояния, под слоем вот этим, который, это сантиметр может, который легко рассыпается, рассыпчатый. Сразу идет горячая часть, прям чувствуется рукой, чувствую температуру, градусы, наверное, 40, может, может, это все. В общем, подстилочка, конечно, исключительно помогает и маленьким поросяткам, и крупным свинкам, и на откорме намного проще. И уход становится настолько простым, что, я же говорю, я бы в жизни не взялся бы, допустим, разводить свиней, если бы не было этого теплого пола, чтобы я мог... Чтобы не воняло все говном здесь вокруг. И запаха нет никакого, никаких вообще отрицательных, так скажем, этих самых моментов содержать. Рыжий, 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 конопатый. То есть, такой был крутой, и уходить не ходил. Сейчас мы еще тех выберем, дружки, побегать. Сейчас. В общем, поросятки достаточно, как скажем, игривые, активные. Сейчас мы их немножко расширим. Им пол надо подсыпать просто немного, потому что утрамбовалось. Ну да, уселся. Это новая постилка. Она вообще первый месяц усадку конкретно дает. Ну, а по большому счету ни ветер им не дует, ни сквозняков нет, ни динчика. Наоборот, тогда же лучше получается. Они в таком микроклимат у них классный создается. В ямке, да. Что, мамы нема, да? Вы без мамы вообще никакие? Ну что, сейчас мама выгуляет, цепляет. Ты траву рвал, да, чешух? Да. Да. Блин, брыжа вылезла, ворота открыла и сваливает. Я за ухо ухватил. Поволок назад она зашла. Хорошо, что она сейчас худая. Так бы летал я там вместе с ее ухом. Да, ей уже, она уже такая, чтобы их все бросить и свалить от них. Это меня укусить хочет. Ты что? Базух пробовал. Не кусай руку, дающую тебе жрать. Ты знаешь, тебе покрупнее есть. Я же говорю, Маша, это, жадная. Что до еды жадная, что отдать еды жадная. Она смел, она же небольшая по размеру. Так как им небольшая, по весу они одинаковые все. Но она может чуть-чуть короче, но она все равно. Видно, что она мясной там, в комплекции. Смотрите, все пытается меня грозануть. Оп, вылезли. Не фиг, не фиг, на фиг вылезли. Все, пошли камни собирать. Давайте, потом, где-то Мирвана, идите собирайте камни. Че как там было в этом? Кто разбрасывал камни? Оп. Давай, подсадь, подсадь, где меня? Опа. На четверенькие вылез. В общем, в принципе, как по мне, так развиваются, растут хорошо. Еще один момент. Хорошо видно, если вдруг какие-то проблемы начинают поносить. Но такого не было. С учетом того, что они уже месяц, ой, месяц, а что у меня месяц этот? Где-то с недели уже, где-то с недели уже они конкретно подъедают отдельно, ну, потому что мы где-то, на сколько ты, Илюха, ну, мыски полторы, да, где-то съедают за сутки. Ты им туда высыпаешь, каждый раз подсыпаешь в эти самые. Малын? Да. Ну, раз в два дня. Мы скупили, насыпаешь на всех. Куда попал, уйдешь? Ничего, он выплюнет. Конфет захотел. Что, съел? Да нет, выплюнет. Зачем она ему ушла? Ну, выплюнет. Он же умный. Неседобный. Солому поели, все, видишь? А солому все выплюет, бля. Солома идет хорошо. Нормально. Тут для желудка пойдет как раз. Пельчатка, развиваться, чтобы. Солома, расстройство желудка не будет. Ну, ну-ка, давайте изглазить, пока никто слабого не поносит, не болеет, не вздыхает. Потому что хозяйство, это дело такое. Призошел, забрал у него изо рта бумажку. У кого? Опять? Да, вон, полиэтиленовый пацан. Ну, что моя нога плохого сделала? Ну, что вы произвели? Вас! Да забери и выкинь на улицу. Хоть и мне ноги отрызь пытаются. Осторожно, не захлопывай эту лапу. А я не захлопываю эту лапу. Идите, я кормить не буду. Идите отсюда. Вот, это, кстати, трое от этой. От белой мадамы. Смотри, чисто белые были у нее. И вот, видишь, как они отдельно ходят от основной банды. Их семь, Машин. И два. Ну, девять минус три. Что? Восемь, семь у Машин. И два. Я понял. Значит, кто-то точно не ее. Точнее, ее кто-то из этих троих балбесов. Так, что у меня как-то зум подпропал. О, сейчас подвернется нормально. Ухи здоровые. Будем оставлять поросят на этот самый. На развод. А хряка, наверное, поедем купим в соседнем районе. Чтоб точно не было никаких там скрещиваний близкородственных. Вась. Да, потому что хряк может переездил тут уже половину. Посмотрим, короче. Уши покусаны все. Кстати, держался страшное дело. Уши покусают, дружки. Ребята, давайте заходить. Будем подвязывать все. В принципе, взвешивание показало, что поросятки растут. Поэтому все проходит как нельзя лучше. Условия созданы максимально у них. Приближенные к райским. Мама есть. Еда есть. Видите? Она за такие бойни устраивает каждые две минуты. Игривые, играются. Значит, всего хватает. Вот это и поросенка, как в сказке. Ниф-ниф, наф-наф. И тот, который самый хитрый, он всегда под это лезет. Под кормушку там у него домик. Хова. Из-за того, что полы... Ничего, правильно. Пол мягенький, им хорошо. Видишь? Это этот рассказывал. Полы мягкие, неудобно держать поросят. Чего неудобно? Ноги проваливаются. Он не настолько мягкий. Утрамбовалось. Ну, как по деревянному полу ходит. Сверху просто слой вот тут подсушенных опилок, да, получается? Ну, смотри, как хорошо они все. На ножках стоят, и ноги у них не атрофируются. Ноги в тепле. Некоторые писали там, вот ноги атрофировались. То есть, это с какого перепугу они атрофируются? А атрофируются на бетоне от холода? Не, ну, да, бетон, я думаю, тоже мало хорошего. Попробуй сам на бетоне пожить. Как себя будешь чувствовать. А? Здесь Маша пришла. Пришла Маша, запускаем. Да. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Вот так вот растут белые поросята. Растут все просто. Особых нету там никаких сложностей в разведении, содержании. Поэтому, если есть желание, дерзайте. Покупайте сразу подстилку, чтобы не отбить себе желание вонью, которую они могут издавать, когда живут в своем этом самом, во всех своих отходах. Здесь такого нет. В дальнейшем вообще не вопрос. Хоть на отформ, хоть на обычный этот самый. Цена там, допустим, этих 50 грамм бактерий, она несоизмерима с тем трудом, который вы не потратите. И не такой уж большой вопрос найти эти опилки. Они стоят, ну, не очень дорого. Я знаю, что у нас там на заводе выписывают с квадом 400 гривен или 450 прицеп тракторный опилок. Вот такая цена. Ну, а тракторного прицепа тебе хватит на полтора десятка поросят. Ну, свиней, взрослых. А на поросят можно и 50 штук держать, наверное. Они, вон, 20 штук заняли место, как дети на матке. И они сейчас, это место, Илюха, им хватит месяцев до четырех. Они будут умещаться нормально, если так даже их держать. И они там достаточно густо их можно засеивать, скажем так. Единственное, яму выкопать, да, немножко будет трудозатратно. Ну, оно того стоит, поверьте. Вот, не роют пол. Вот видите, что они делают с полом? Маленький, вот это маленьким хоботом. Маленький хобот. Иди отсюда. Что он вытворяет? Ну, что это такое? Под хобот делай, да? Загоняй, Илюха. Делаем так. Похлопывай. О, палец всех. Мягко падает. Ничего страшного. Нет. Молодец. Молодец. Следующий. Как по мне, так поросята просто чувствуют себя очень хорошо. Вы посмотрите, какие они игривые. Вот это один из показателей, кстати, что нормально все происходит. Когда они ничмошные не ходят там с опущенными носами и ушами. А вот так вот бегают, ведутся, бегают, дерутся. Вот это все, это говорит о том, что это очень хорошо. Все происходит у них отлично. Развиваются. Развиваются, да. Ничего их не угнетает. Все у них классно. Так, и кто-то, наверное, тут уже... Да там их тут бегали по этой... По этой... Ну, да. А вот это маленькие, это, наверное, белые. Ну, да, да. Потому что 14 штук было, они по-любому были меньше в два раза, чем те же 7 штук. С одной стороны, хорошо, когда многоплодие, когда свиноматка приносит там их 20 штук. Ну, как бы, кажется, что хорошо. Ну, а по-другому их придется чуть дольше держать, потому что они просто, ну, как физически, они не могут стать больше, ну, догнать их сразу. Они в дальнейшем догонят, слов нет. Ну, а поначалу у них этот рост не так резко. Да, и плюс молока делится, да. И причем из 20 там 5 будет высасывать больше, а тут меньше. Ну, потому что всегда передние сиськи лучше дают молока, задние меньше. И по факту повысит, что развитие неравномерное. Ну, по крайней мере, что я хочу сказать, все веселые, он бегает, задорные. Уши у всех большие, не висят. Вот, пауки. Главное, что никто не засырается. Кушают потихоньку, начинают подъедать. Уже так конкретно подъедают. А что у них вот эти? У этих хорошо выедают, да? А эти лучше. Маша выедет, получше на корм. Это их меньше. Что такое на 2 меньше, уже хорошо. 11 поросят. Так что... Все. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.